Девушки отдыхают Головокружительные фройлен На небольшой остров Стромболи, что недалеко от итальянской Сицилии, можно попасть лишь по воде. Но вот погода не всегда благоволит туристам. Капитан прогулочного катера пытается пришвартоваться к пирсу. Однако сильные волны раскачивают судно, да так, что в любой момент может произойти авария. Двигатели судна работают на пределе. Оно буквально окутано черными выхлопными газами. Кажется, что на катере случился пожар. Если у кого-то из пассажиров морская болезнь, то им вдвойне тяжелее. Мало того, что нудит, так еще и нечем дышать. Наконец, капитан принимает нестандартное решение. Он подходит к берегу правым бортом, чтобы пересадить пассажиров на спасательный плод и лодки. В результате все пассажиры спасены. Никто не пострадал. А вот натерпелись немало. Эту морскую прогулку они запомнят на всю жизнь. Покорить океан на лодке под силу только одному человеку. Нашему соотечественнику Федору Конюхову. При этом и лодка у него непростая. И за его путешествием следят тысячи людей по всему свету. А вот чем думала группа американских туристов, отправляясь на прогулку по океану на хлипеньком суденушке, непонятно. На волнах легкая лодка вот-вот перевернется. Среди пассажиров немало детей и людей пожилого возраста. Чтобы не оказаться в воде, им приходится держаться за столы и скамейки. Судно начинает тонуть. Несколько человек едва не отправляются на дно вместе с лодкой. Автор видео чуть ли не в последний момент успевает всплыть на поверхность. К счастью, на всех туристах спасательные жилеты. Теперь главное, чтобы помощь подоспела раньше акул. Красивый дом в одном из районов Южной Каролины подвергся налету. Нет, не преступников и не мародеров, а гораздо хуже. Торнадо! Камера наблюдения зафиксировала, как стихия ворвалась в здание и перевернула все вверх дном. За несколько секунд уютные апартаменты превратились в жалкое зрелище. Кругом погром, бардак и мусор. Даже воры не нанесли бы столько ущерба. Семейная пара из США решила побывать в Канзасе. Во время их путешествия на машине они попали в торнадо. Останавливаться или разворачиваться было поздно. Водитель попытался оторваться и уйти вперед, но стихия нагнала их. Машина, на которой путешествовала пара, съехала в кювет и перевернулась. От прицепа небольшого дома на колесах остались одни воспоминания. Зато сами путешественники не пострадали. Тула. Видеорегистратор, установленный в машине, фиксирует аварию, но не ТТП. Офигеть! Он на нас не упадет. Кран упал. Вероятно, строительная техника была плохо закреплена. Или из-за дождя грунт размыла и тяжелая конструкция сползла вниз. Хорошо, что рядом стоит еще один такой же кран, который устоял. С его помощью строители смогут поднять упавший. На одной из стройплощадок упал автокран. Да так, что кабина водителя оказалась на 8-метровой высоте. Рабочие, недолго думая, а может быть, выполняя приказ прораба, прицепили к многотонной машине три стальных троса. А другие их концы закрепили на двух экскаваторах и бульдозере, с помощью которых они и пытались поставить автокран обратно на колеса. Сейчас трос порвется. На! Автокран завис в положении и не туда, и не сюда. Словно стрелки часов на отметке без 10 час. При этом задуманное грозило обернуться как минимум разорванными колесами многотонной машины, а как максимум расплющенными кабинами экскаваторов, которые находились как раз в зоне падения огромной стрелы. Но спасательная операция завершилась иначе. Теперь крановщику, прорабу и, самое главное, автору идеи по подъему дорогостоящей машины предстояло отвечать перед руководством, как так получилось и почему с них не следует срезать часть зарплаты на ремонт спецтехники и простой объекта. В Сингапуре многие жители передвигаются по городу на велосипеде, в том числе и по дорогам общего пользования, где у них хоть и небольшое, но все же преимущество. Водители авто их пропускают и уступают дорогу, так же, как пешеходы. Вероятно, поэтому некоторые велосипедисты привыкли не смотреть по сторонам, хотя перед шлагбаумом все равны. Освоить байдарку не так-то просто, как кажется. В чем и убедилась эта жительница США. О том, чтобы этой дамочке сплавиться по горной реке, пока что и речи быть не может. Лягушатник глубиной в полметра. Вот ее предел. Смотрите далее. Штурм наркопритона. Деньги без справок и поручителей. Сила есть, ума не надо. А белый лебедь на пруду. Взрыв моста в Вашингтоне. Гоми. Республика Беларусь. По оперативной информации, в квартире на первом этаже располагался наркопритон и велась продажа сильнодействующих запрещенных веществ. Сотрудники МВД пошли на штурм. После того, как подозреваемый отказался открывать дверь и заперся изнутри. Содержание произошло быстро и слаженно. Находившиеся в квартире клиенты наркоторговца не успели даже понять, что произошло. Молниеносный захват квартиры позволил сберечь улики. Полимерный пакет находился на весах для точного взвешивания. Соседи арестованного хозяина квартиры вздохнули с облегчением. Вскоре возле их дома перестали слоняться подозрительные личности. Москва. Двое приятелей мотоциклистов остановились на перекрестке. Дождавшись разрешающего сигнала светофора, байкеры трогаются, но на их пути возникает легковушка. Хозяйка красного «Опеля» выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Надеясь успеть проскочить, но едва не задавила мотоциклистов. К счастью для пострадавшего, рядом проезжала бригада скорой помощи. Медики хоть и спешат на вызов, но останавливаются, чтобы оказать помощь байкеру. Столкновение только кажется не силой. Мотоциклист при падении сильно ударился спиной об асфальт. По словам медиков, ему понадобится госпитализация. В одном из дворов Новосибирска произошел конфликт между соседями. Начало истории не попало в объектив камер видеонаблюдения. Зато попала ее развязка. Мужчина, вооруженный топором, разбил чужую машину и снес одну из камер, снимавших происходящее. Известно лишь, что в местном отделении полиции имеются заявления от обеих сторон этого конфликта. В Воронежский офис компании микрозаймов заходит посетитель в маске. Мужчина достает нож и угрожает им одной из сотрудниц. Он требует выдать ему всю наличность, что есть в сейфе. Однако вторая работница не спешит выполнять требования налетчика. Вместо крупной суммы денег она протягивает ему несколько тысячных купюр. Грабитель забирает их, но чтобы заполучить больше, продолжает угрожать напуганной девушке. В какой-то момент между ними начинается борьба. Единственная посетительница и вторая сотрудница офиса не решаются ей помочь. Все едва не заканчивается трагедией. Наконец вооруженный мужчина уходит. Женщины сразу же звонят в полицию и скорую. Пострадавшей девушке может понадобиться помощь медиков. В подъезд заходят трое молодых людей. В руках у одного оторванная доска объявлений. Они принимаются ее гнуть и топтать. Затем переключаются на почтовые ящики. В этот момент открывается лифт, и из него выходит взрослый мужчина с дочкой. Хулиганы тут же делают вид, что ничего не было. Но девочка все высказывает одному из вандалов. Вероятно, они соседи. Хорошо, если это видео посмотрят родители юных хулиганов. В Казани водитель автобуса не предупредил пассажиров, что собирается форсировать глубокую лужу. Люди озадачены и даже напуганы поступающей в салон грязной водой. Кто-то успевает поднять ноги, чтобы не замочить обувь. А вот женщине с нижнего уровня не повезло. Она оказывается почти по пояс в воде. Обувь, как и впечатление от поездки, испорченной. Пассажиры радуются лишь тому, что их автобус не заглох посреди лужи, как предыдущий. Иначе не выйти им сухими из воды. Хотя бы некоторым. В одном из торговых центров Флориды годовалый ребенок подавился кусочком курицы. Мама, заметив, что дочка не может дышать, попыталась помочь малышке, но безуспешно. На помощь запаниковавшей женщине сбежались окружающие. Среди них были два офицера полиции. Один из них забрал малышку у матери и начал ей оказывать помощь. Он наклонил ребенка лицом вниз и стал надавливать на живот и грудную клетку малышки, чтобы та срыгнула еду. Наконец кусок курицы вылетел, и лишь тогда все вздохнули с облегчением. Позже офицер признался, что не растерялся, так как посещал специальные курсы первой помощи. Смотрите в финале. Рыбак-освободитель. Красавчик. Хороший массаж и кошки приятен. Чужой среди своих. КОНКУРС НА ВЫЛЕТ Согласитесь, этот белый медведь никак не выглядит истощенным. Однако он выбрался в город в поисках пропитания. Точнее, ради легкой добычи и разворошил мусорные баки. Все происходит в Архангельской области, всего в нескольких метрах от площадки, где играют дети. Не стоит забывать, что белый медведь – один из самых опасных и сильных хищников. Кто-то из водителей направляет в сторону хищника свою машину и сигналит, чтобы напугать медведя. Смотрите, что сюда побегать? Помогло. Дикий зверь убегает подальше от баков и из города. Другой вопрос. Надолго ли? И удастся ли его вовремя прогнать в следующий раз? А мы там рыбу ловим по колено. При приближении человека птица начала шипеть, но даже отплыть в сторону, а уж тем более взлететь, лебедь не мог. Оказалось, что он запутался в остатках лески и сетей. Через пару минут пернатый был на свободе. Красавчик. Мужчина смотал остатки выброшенных снастей и забрал с собой, чтобы в них не угодили другие птицы или рыбы. Приятели же только подшучивали. Сейчас он поймает линя или карася. Приозерские, что в Ленинградской области, живут очень добрые и отзывчивые люди. Как минимум двое. Автор видео и его приятель. Мужчины заметили раненого лебедя, замерзающего на льдине, и организовали целую спасательную операцию. Договорились об аренде лодки. Доплыли к изнемогающей птице и забрали ее домой. Как только лебедь пошел на поправку и наступила теплая погода, птицу вернули в водоем реки Вокса. Калининград. На одном из шоссе возникает пробка. Причиной всему белоснежный лебедь, оказавшийся посреди дороги. Один из водителей решает помочь птице попасть на тротуар. Вон. А, у собака боится. Блин. Тогда мужчина берет птицу на руки. Та понимает, что человек хочет ей помочь и не пытается его ущипнуть. Автолюбитель переносит лебедя к набережной и отпускает. Остальные водители относятся с пониманием и не сигналят, чтобы тот поскорее вернулся в машину. Этот житель Австралии явно очень любит своего питомца и регулярно делает ему массаж. Кошка совсем не против, а даже наоборот, за такие расслабляющие процедуры. Обычное поглаживание совсем не то. И это можно понять по ее расплывающейся от удовольствия мордочке. Москва. Соревнование межрегиональной баскетбольной лиги любителей. Один из игроков совершает ошибку. Случайность это или демонстрация того, как надо попадать, неизвестно. В любом случае, победа за команды противника. В раздевалке этого игрока приятели явно не похвалят. Германия. Знаменитый Октоберфест. В одном из залов собираются молодые девушки. Одна краше другой. Все садятся на пол и прижимаются как можно ближе друг к другу. Европа, скажете вы, свободные нравы и прочее. Но все намного проще. Это веселый конкурс с каруселью, цель которого продержаться как можно дольше на вращающемся диске. Юные фройлен не дожидаются, пока молодые люди или алкоголь вскружат им голову. А парни, да и мужчины в годах, не прочь полюбоваться головокружительным выступлением красоток. Правда, после такой карусели можно и вертолет поймать. Поэтому изрядно подвыпивших дам на диск не пускают. Победительницей становится белокурая девушка в традиционном немецком платье. Но никакого приза, кроме аплодисментов зрителей, не предусмотрено. Следующее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось эффектно и зрелищно. Железные опоры синхронно рухнули в реку. Надеемся, что любителей дайвинга в этот момент под мостом не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пыльный дьявол. Один из злейших врагов парапланиристов. Он возникает, когда земная поверхность сильно нагревается. Вихревое движение воздуха затягивает в себя пыль, песок, мелкие предметы, камешки, людей. Словом, все, что найдет на земле, спастись от него невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На вашем экране один из таких случаев. Жертвой смерча в Австралии стал парапланирист. Человеку остается только молиться. К счастью, такие пыльные дьяволы существуют не более двух минут и поднимаются на высоту всего 20 метров. Вскоре сильно испуганный, но уцелевший спортсмен смог вздохнуть с облегчением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авторы программы настоятельно рекомендуют зрителям не пытаться повторить увиденное. Последствия подобных экспериментов могут быть опасны для физического и психического здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова